До сих пор не была оформлена земельная дырянка? Там была оформлена земельная дырянка раньше, только на иншу особу, а остались изменения в перехит правоопасности и откупся. То есть у нас выключено тут забудование, да? Угу. Ногих заболевательных дырянок тут не может быть, потому что мы нашли полную опцию. Я не понимаю. Это же конверсийные у нас, и все они конверсийного использования. Так, что вообще-то там есть? Вот здесь было... Незалежности 21. Это тоже у нас Незалежности 19. Что это за? А, это же тоже частка. Ой, нет. Незалежности 19. А, Незалежности 19, это магазин ТВ. А что, там не было договора, реально? Был, был, он закончился. Нет. А почему его не пановлено тогда? А потому что... Мы не вернулися після закинчения. По новому, он может, что в той воде, и по 33-ти стихи... По 32-го, по 33-ти стихи... Ну, здесь не живы, да? Она поставила... Ну, здесь не живы, да? Ну, она поставила... Да, да, да. Да, да, да. Давайте поднимемся, какая-то была пропозиция. Я ее не слышу. Виключитесь. Виключитесь. 22-го по 33-й подвязку... Конечно, да, да. Мы припинем ее там. Подождите. Ну, давайте... Давайте... Пропозицию. Мы, на большином все-таки, демильной комиссии. Хай она отключается. В принципе, вы их взглянули. Я вас информировала, что такие... Да, извините. Просто, что... Я не понимаю, но... Піднимется срач, что это права комиссии, включая только... Без поведомления земельной комиссии. Ну, тут порушение закону. Про доступ... Если члены земельной комиссии считают нужным в стадии на главах земельной комиссии на сессии, Доповесть и депутаты на сессии приймут решение. Или так или так? Нет. Такая... Наша пропозиция просто будет соглашена и на сессии. Ну, это будет ваша. Пропозиция вашей комиссии? Наша, да. Так мы же так всегда и делаем. Нет. Питаний нет. Просто, чтобы было доведено и до... Потому что тогда мне звонят, а что это вы там свои пропозиции на сессии озвучиваете? Ну, извините. Мы же разговаривали. Хай все идут в этот сад. Мирослав Миколаевич, что порушивает закон? Вони быстро разговаривают. Будет Евгенька. 22, 23, выключите. Пропозиция нашей комиссии. Пропозиция. Ну, и на сессию мы же выносим без цих пунктов. Нет. Нет. Всыми выносим цих пунктов. А так хай голосуем. Ага. 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 Будет пропозиция. Нет. Если без пунктов, то мы сейчас должны проголосовать за выключение. Да. А мы сейчас голосуем за пропозицию выключить. Да. У вас есть в комиссии подставы и для проголосовать за выключение. Есть. Потому что порушивается закон о продвижении. Нет. Ну, я просто, что я тоже поважаю земельную комиссию, поэтому... Да поверьте, там такие пункты, что они не будут. Кто проголосит. Будут. Будут. Вони вычитываются там такими. Молодцы. Там вычитываются до каждого пункта. Все. Так. Так. Ставьте на голосование. Да. Вже уже проголосовали. Так. Проголосовали уже. Проголосовали уже? Нет. 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 Давайте еще раз. Так не проголосовали. А слушайте рекомендации комиссии вы. Нет. Я зачитаю. Ой господи. Все. Теперь в целом вы на сессию. Да. Это же мы проголосовали. Нет. Выгнал вас за выключение. Пропозицию за выключение. Теперь в целом. Давайте в целом. Правильно. Правильно. Так. Ну что за заслуживание документации землеустроя это наданная в оренде. Ой. Сори да. 23. 23. Пропонованное договори в оренде земельных делянок. Решение. Подписывается данным проектом решения. Пановите договори о оренде земельных делянок. Яки еще термин дієвих не закинчився. Відповідно, то кудам их заявок. Тут их три функта. Это объекты предпринимательской деятельности. Будем ли? Все. Пропоную поддерживать данные проекты решения. Протокор сам пытаюсь. Сколько, пожалуйста. До закинчения термином написано месяц, два. А если три года осталось до закинчения? Сколько? Три года осталось. Три года осталось. Да. Просто. В положении права не пизднее трех за два месяца. Не пизднее, чем за месяц. Это не пизднее, а раньше. Вы только что смотрите. Вы все можете трех? Как раз у меня 20-го. Мне надо на дом. Ну ладно. Я знаю, что мне ничего не сделано. Шкурный вопрос такой. Это вы хотите, пока вы депутаты упрощались. А не 20-м годом. Шановные комитеты зрители, у нас с следующим пунктом есть про отмогу на разработку документации. На этом проекте решения у вас нет. И вот знаете, я вам предлагаю... О, нет. Смотрите. Я где-то не спрятал, только что... А что за решение? Про отмогу. Ну, у вас есть еще один экзамен? Нет. Подумайте, что я где-то спрятал. На одном кусочке? Нет. Может где-то под скрепочкой. Про отмогу есть в порядке. А у вас есть на руках? Ну, я знаю. Ну, я... Ну, я... Я тоже... Давай, давай, переставлю. Огонь! Огонь! И что там, кому вы думаете? Чтобы чуть больше. Больше. Это у меня есть? 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 Если что- hotel на нашу зарпаличную земельного р charmьfiuaュ? По чёрнов 영상у стоит. Так? Ну, на попередній сессии и на попередній комиссии аналогично была заявка только от другого гражданина и было рекомендовано подготовить нам решение про отлову, оскольку на данный час там еще не возгоджено питание щодо будинку. Ну, аналогично, знову ж такими отримали, таке же самое доручение. Ну, если честно, я голосования по этому вопросу участи брать не буду, просто это вопрос. Принципиально. Не, ну, 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 нехай депутаты, не, ну, чего, на полнатором соседа нехай разглядаются. Не, ну, нам же ж надо на попередній сессию вынесли. Ну, как Вися приняла. Профильная комиссия вынесла. Ну, давайте мы его вынесем. Не, а мы, не, по этим вопросам только рекомендации, как бы. Если у вас есть какие-то рекомендации по оппозиции, пожалуйста. Не вынесите его? Нет, нет, я... Вынесли, я просто, ну, я... Это мы уже... Да, просто... Достало. Ну, что ж на нас не было? Нет, ну, что мы... Человек написал заяву. Написал заяву, да. А на яким мы в представе выявляем? Нет. Вискусим, что на дальней законодельнице знаходите ж главы бутину коммунальной властности. Ну, она не е вильной. Она не может быть надана под забудову. Третий год крутится вопрос, да? А, ну, будет еще 33 года крутится. Потому что нам четко, в том числе и Сергей Иванович на прошлое комиссии сказал, что нас будут долго крутить. Цель питания. Я сказал? Конечно. Это такое побитие было, чтобы вы так сказали. Если у вас есть пропозиция голосовать по этому вопросу, в принципе, профильная комиссия РЗН, то на сессию... Будет вынесено. Это будильный поделатель. А сессию и уход? Нет, я понял. Питание в том, что... Вы проводите на проекте голосовать? А как? Мы все проводим, а по этому не проводим? Я вам честно говорю, я по нему голосовать не буду. А я буду голосовать? Будь ласка, кто за то, чтобы вынесли данный проект решения на сессии, прошу програти, что за. Програти, что за. И еще же у нас переходи на... Еще с богатой. Еще 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5. Куда собраться? Чи уже как на сессии, да? Чтобы им не собраться? Не надо, я один раз ушел, и кто только... Потому что нужно... А вы частично. Досифолин Украины. Довольная неповага. Если депутаты не открываются, а то не открываются, когда они засуды, уходят. Это неповага. Да. Да, это неповага. Да, это неповага. Так. Заблюдаю. Пошел, допоможите, а голосуйте. Что у нас здесь в список? Проект решения про решения, изменения до решения Актической и Минской Ради, 20.19.15. Номер 8 МР. Про положение, пропустение комиссии Минской Ради 7-го скликанья. В соответствии к пункту 2, я думаю, что статьи 24 и статьи 47 закону Украины про ВССР, в частине 1 статьи 59 закону Украины про ВССР в Украине, в Украине Минская Рада вырешила. Водоложим. А есть юридический досвид? Так. Значит, погоджено воно, да, юриделом погоджено. Вот, да, он мне дав свои рекомендации по изменениям, они все были вмешаны. Суть в чем? Что изменилось законодательство в плане, это законы там, про информацию, про доступ к публичной информации, ряда, ряда, ряда. Вплоть до того, что, если раньше у нас комиссия расследовала вопрос о ненадании информации, и раньше в законодательстве была такая норма, как административная ответственность за ненадание, то сейчас ее нет. Есть цивильная ответственность, криминальная. И поэтому, соответственно, в законодательстве я, если кому интересно, пояснюваемую записку я приготовил. Это выносится на наступное полное заседание, не на это. Потому что еще 20 дней, но, тем не менее, чтобы его уже опрабатывать, чтобы у нас был час, я его вам ознайомлю. Значит, что я пропоную? Пункт 3.5.14. Виклости новой редакции. Налагоджение системы постельного спілкувания между депутатами и выборцами, гражданами и владой, включивши текст висветления проблем граждан и территориальных граждан в засобах массовой информации. Почему? Потому что у нашей комиссии, у нас нет компетенции, там составлять статьи, какие-то там. Ну, это мы можем сделать, как и депутаты, просто в межах понаважения депутатских. В комиссии, я объясню, почему. Потому что, вот, звертаються громадянам, вы, как комиссия, борьтесь в осветление. Я звертаюся до, ну, например, до міського головы, чтобы выисветлить, а инвестиции, он говорит, ну, вы, извините, как бы, тут, ну... Добавка в коммунальной властности ніяких... Так, чтобы мы мали вплив, пройти и сказать так, а ну нам статью, вот всю, будь ласка, вам будет следить. То-то, ну, мы не можем это физически выполнить. Далее, пункт 3.5.17. Виключити цей пункт, стосуется розгляду скарг, сейчас я зачитаю свое объяснение, про ненадание информации, потому что с минулой законодательстве сейчас нам не позволяется... Значит, я объясню, у нас в прямом предпорядкувании нема осіб, которых мы могли бы притягнуть до депутатности за ними надание информации. Ранее это было в законодательстве, сейчас, в законодательстве, конкретно скажут, что лише прямо предпорядкувание. У нас предпорядкувание уже нема. И мы, комиссия, до депутатности не можем никогда. Только это в рамках законодательства, в рамках кодексу. Поэтому этот пункт просто необходимо выключить, потому что он не предпорядок в законодательстве. Ну и далее тут, смена черговых пунктов 4.12 и 4.15. Сам порядок, порядок ведения заседания с местом. Не изменяется, изменяется лишь порядок. Как доповидач, кто берет участие в обговорении, как говорится, расследование питания. И, ну, я немного его упорядочу, потому что там были какие-то перескоки невероятности. Далее, пункт 4.18, а, сори, пункт 4.18 выкласти в новой редакции. Висновки и рекомендации комиссии принимаются, если за них проголосовала большинство от загального склада комиссии. Это так написано в законе про статус депутатов местных актов и про местного самоврядувания. Это выключено в законе. Раньше, в целом, не было у нас нормы. То есть, если сейчас открыто положение про комиссию, вообще не понятно, как принимаются решения. А в законе... Ну вот открыто положение про комиссию, питания нет. Но еще вопрос, что в законе четко написано большинство от загального склада комиссии. Что это значит? Если у комиссии 8 членов, то, ну вот, собралось, как у нас 5, то не меньше 5 выгодно проголосовать за. А у нас, в увазе часто, что комиссия собирается в склад 8, пришло 5, из 5 проголосовало 3, решение принято. Это не соответствует закону. Вот. И это по пункту 4.18 положим про комиссию. И в пункт... Без проблем. Пункт 4.20, пропоную выкладываться в новой редакции. Решение... То есть это же лидеревая ситуация получается. Да. Наша комиссия, в прямом нашу комиссию, у нас 5 человек, так? Да. У нас... это нормально. Это нормально. Потому что, если 3 нас приходят, кором есть. Один не голосует, два, все, уже... Нет. В положении прописано больше. У нас больше. И присутствие. У нас написано больше. Ну, может... Я скоро не буду, но, может, я по-другому зрозумію. Ну, суть в том, что... В том, что мы... Если в законе это прописано, мы не имеем права трактовать так или иначе. Есть ссылка на закон? Да. Я... Вот... Вот... Пояснив... А что размещать? Будешь размещать? Разнарешили? Все я посилание на закон не дав. Стаття 28. Розвернение гражданства про то, что выключить. И... Сейчас скажу... Вярослав, пояснивание будешь размещать? Пояснивание, пояснивание. И... Пункт 4.20. Выключить новую редакцию. Решение комиссии подходит... Обязательному розгляду... Розгляду организациям и предприятиям и установками. Потому что... Это написано так в законе. У нас было розгляду и выполнение. Но в законе про местное управление и статус депутатом это... Розгляду. Вот. И... Тому... Фактически я переписал так, как... Стаття в законе. Нет. Ну и все. Больше тут ніяких изменений не маю. Тому... Пропоную отримать данный проект решения. Для розгляду его на наступном. Не на... Это еще будет. А... Ну я пропоную, чтобы потом уже... Можешь и повернуться. Можешь и повернуться. Можешь и повернуться. Можешь или нет. Без вопросов. Если будут запропонованы изменения, все, мы их обоязково будем розглянуть. Это не момент, конечно, интересный, что от общего склада... Это... Это... Все таки... Порядок денный, на прошлом, на следующее ключи. Конечно. Можешь никаких... Так его обоязково не тут, чтобы... Нет. Нет. Обоязково. Он же сейчас на сайт, а потом все равно на все комиссии. И не обоязково будет у нас еще. Конечно. Нет. Тут ситуация... Если не будет... Дальше, каждый, даже гражданин города, мое право звернутися и пропозицию свою предложить. И мы заповязаны. Будем розглянуть эту пропозицию. Если не будет пропозиции, значит, в таком вигляде, как и есть. Мирислав Макович, мы можем... Вот этот ваш проект на каждой комиссии. Это проблема. Да. Это же относится к каждой комиссии. У нас сегодня изменения к постоянной комиссии. То мы обоязково на каждой комиссии нададим ваш проект. Может, еще будут дополнены эти изменения. Далее у нас звит Галю в последней комиссии. Это Петера Ради, заступники. Так. Доповидаю про звит. Ну, вы, в принципе, знайомы. Ага. Я предложила пропозиция Игоря Юрьевича добавить. И звит горюк постельных комиссий. Я предложил только заступники. И было проголосовано за такую пропозицию. Так что, Валентин Иванович, будь ласк. Так что, Валентин Иванович, будь ласк. Валентин Иванович, будь ласк. То до текста решения есть. У меня до нашей комиссии никаких. У меня до третьей комиссии. Не, по тексту. Есть какие-то важные пропозиции. До нашей комиссии? Почему до нашей ГАИ? По тех, кто проектов решения. В какой раз? Сергей Иванович, вам на электронном адресе в пятницу были найдены документы. Проект решения и звит. Проект решения и звит. Проект решения и звит. Проект решения и звит. Прияты доведомы. Все. А никакого звита, ничего не было. Все. И тут потрогает справа, закинуть. Какие? Какие, что дали? То есть, я не видел. Подожди. О, такая информация. Каждый член правовой комиссии. Но я сегодня, я должен только поговорить. Информация, а потом и где же глава постоянной комиссии, к каждой комиссии у себя. У меня есть только запитание для этого решения до коммунальной комиссии. Я думаю, на сессии мы их… Не, давайте тут… Не, давайте тут… Не, если надо, вылечить. Давайте, подожди. Сколько вопросов. Ну, коммунальной комиссии нет. Мы принимаем это. Есть вопрос. Принималось решение про передачу… Решение 322, которое принималось, «Сумагаз», передавали майно. И там было заваля за проведение школы коммунального государства в классе 2 года. Там 322 есть? Решение 322. Решение 322. Про передачу… Решение 322. Решение 322. 322. Решение 322. Решение 322. Да, очень интересно. Единственная газотрансфорная система Украины. Как додаток до проекта решения тут. Пока шукаю решение, заявил про конфликт интересов Кириченко. У меня есть поведение про конфликт интересов при принятии. При взгляде проекта решения, заявил про конфликт интересов при принятии. Я заявил про конфликт интересов. Хоть це спірне питання, але на сесії міської ради при голосуванні я не буду приймати ученик голосування. Хотя це спірне питання. Там може бути потенційний конфликт интересів. Ладно, пока отвечу те питання. Пропонуйте заяву принятии до видео. Час 10 минут. Управління чиновник щось будете відповідати. У мене тоді до вас питання. Мы приняли решение. Я не знаю, може не вам адресувати ее. Мы приняли решение 405. В 26-го, 27-го, 16-го. Постойчиво часово контрольной комиссии. Хто відповість за ее выполнение? Там контроль, там тоже было за комунальну комиссию. Голова комунальна комиссия будет злитовать, он разполез. Ну, я настолько знаю, даже на сессии не было, да? Кого? Довгаре? Довгаре. Ну, справа в том, це мається на увазі по... По чому? Це комиссия про ліквідацію. А, комунальна, там дезінчинка головою. Да. Ага. Тепер. Було таке решение 408. 26-го, 07-го, 16-го року. По мораторий. Ми також... Про мораторий на що? На прийняття тарифів з першого якось по якесь. Тоже воно на комунальній комісії. Ми його сначала не виконали, тоді як бути договорилися і скасували рішення моторприладу прийняття. Тоді було рішення 407 в осьому місяці, 16-го року, про сумму обленерго передачу майна. Там включали пункти, виключали пункти. На сьогоднішній день взагалі це рішення якесь непонятне. Тому що воно... Про передачу... Воно було до 75-го рішення від 15-го року про передачу майна. Так ж? Ні. Що стосується, є інформація управління житлово-комунального господарства на це рішення, яке ви зазначили. Значить, безоплатне прийняття до комунальної власності. За підписом Френкеля є інформація. Значить, вони пишуть передано. Акт приймання передачі лише 2016-го року. Я говорю вам, там був пункт такий. Вкласти двори на користування саморішення єдиним газотранспортними системами. Уклали до ворони. Зараз буде... Давайте запросити. Зараз на бюджетній пункт. Ну, хто відповість? Ну, я ж не знаю. Ні, питання є вже на сесію. Так може, зараз вже є відповість задавати питання. Ну, я сказав, якими вишнями не інтересують. Вони не стосуються інших членів комісії. Це не до мене, це... Не, я говорю, то есть, зачем ми сейчас тратим время? Є ж ж список вопросов. Пожалуйста, сейчас пройдите там, куда, і поднимите ці всі вопросы. Ну, зачем ми здесь сидим і ждем, пока сейчас поднимуться які-то документи, где-то в каких-то видео. Давайте проголосую, винести на сесію, даю все эти питання. А ви сейчас можете пройти, от сейчас. Ну, нам сейчас надо це питання проголосувати? Да, да, да. Ну, давай проголосуємо. Я проголосую. А по тому питанию я задам отдельно. Проголосуємо. На які я хочу. Пробишення на... Сергій Іванович, ви інформацію, я вам дала загальну, там, по кожній комісії. Ну, не читаю, я прочитаю і буду знать. Ну, подивіться на это. Ну, сейчас я задам тоді питання заступнику. От сейчас, Сергій Владимирович, рішення 511 від 31-го, 10-го, 16-го. Програма модернізації ремонт на заміну ліфтів. За вами було написано, що ви там виконуєте організацію роботи. Я настільки зрозумів, нічого там не робилося по цьому рішенню. Там був звіт. За виконання самого рішення було таке 73-е рішення 15-го року. Проводить твердження програми про ліфти 16-20-й рік. В рішенні 511-му положили виконання на заступника, артем'яном організацію. Тепер, наскільки я зрозумів і по документам дивлюся до сьогоднішнього дня, стороною по цьому рішенню 73-му є ще управління школу комунального господарства. Хоча я не знаю, як ми проводили оплату робіт в кінці року управлінням капітального будівництва. Це ліфти, які ремонтували Полтавська 10А. Наскільки пам'ятаю. Тепер, у цьому році у нас вже під цю програму, під виконання, яка задержався 73-м рішенням, у нас вже виконані роботи по експортному обстеженню ліфтів. Хоча виконує управління, яке не має наповідношення до цієї програми. Організація за заступником контроль на голові комунальних комісій. Сергій Іванович, ось дивіться. Действительно, може бути для вас дуже слухні ці питання. Виясніте ж їх, будь ласка, вже в процесі. Чесно, вони ж не касаються... Почему в кінці року були використовувані якісь дії? Це не Сергій Іванович? Так ви задайте питання. Може навіть в післяної формі отримати відповідь? Ще на сесії готують ціле рішення. Приймаємо рішення сесії. До сьогоднішнього дня не створена робоча група. По чому? По чому, так. До сьогоднішнього дня навіть робоча група. Немає розповідження міського, не створена робоча група. Місяць в кільшому. Ще які питання, Сергій Іванович? Ну, 511 сказали. Зараз я підійму до конеці. 476. Чому не було виконане рішення Охтирської міської ради про приватизацію Комунального майна. Ми ж давали протикольне доручення по кварталу звітувати. Правильно? Було ж таке? Щоб нам надали звіт на сьогодні. Зв'язкові зміни відноуправління на друге. Робота відновлена по виконанні цього рішення. Готуються зараз необхідні документи, оголошення конкурси, всі ці... Ну, що згідно процедури. Це рішення буде виконане. У нас там, по-моєму, не... Я питання задав. Так, я питання задав. Чому не було виконане рішення 476. Приватизацію, приватизація комунального майна у 16-му році? Рішення процеси виконання. Сергій Иванович, не, смотрийте... Конечно, на рік. Рішення... Программа приватизацій приймається на рік. Сергій Иванович, ви ж помните, ми на комісії задавали цей вопрос і дали... І не то, конечно, ми говорили, а в сучасній рішення. І дали ми... Правильно, це вже тоді на сесі, і я був інізатором того, що викликати об'єкт Кланина 8. Тому що раз дали приватизувати, на другий термін дали приватизувати. Це вже третій раз даємо приватизувати. Об'єкт, відповідно, не приватизують. Сергій Иванович, я прошу прощення. Можете, давайте ви ці питання задостигали? Я за! Скажіть, як ми не правили, ми не проголосували. Так, проголосували. Покажіть, бо ваші є? У мене немає, покажіть, немає. Покажіть, немає. До мене, як до секретаря радиків? Немає до вас. До заступників? До Сергія Владимировича? До Гуденка, там одне буде питання у зв'язку з реєстром. Не готовий. Ага. Центр надання? Центр реєстрації. Реєстрації. Вони надають інформації. Відповідно допомогу. Я, от Бог його знає, п'ятий раз одно і то же. Ну, отже, смажіть, сидя. Ну, от немає до секретаря? Немає. Є до заступників? Ось заступники готові роботи. Я сказав, до Вольфівани нема питання. Барсимяну сказав. Буденець сказав. Я не проголосував. Наступне питання. Немає, так? Все, ми далі. Наступне питання, значить, про виконання дорожження постійної комісії наше. Про, щасом, Каракенков. Це про ділянку по проволоку-ярмарочному щодо розміщення кладовища. Ваші доручення виконані? Так, так. Значить, лист Валентіна Івана Николкович є. На виконання доручення лист Лисінко. Суть, в чому, коротенько скажу. Таким чином, для вирішення питань щодо зміни категорії земель-лісового фонду, необхідно отримати погодження ЗДП Охтильського лісового фондасту та дозвіл Кабінету Міністра України. І мається листи від 14 року, в якому сказано, що інформація про зареєстровано право на земельну ділянку державного земельного кадастрі відсутня, кадастровий номер на земельну ділянку не присвоєний. І щоб отримати, вірюючи, щоб змінити цільове призначення, потрібно погодження з ДП Охтильського лісового владарства та дозвіл Кабінету Міністра України. Якщо доповнить, як може... Могли, виходить, прийняли рішення і на цьому все воно. Ну, не було ніякого рішення Сергію Валючу. Рішення було тільки про збільшення меж промежі ліси, це постанови Верховної Ради. Але збільшив от іменно в цій частині на протипанці, збільшив як-то такий кусочек нормальний, то він пішов вже за рахунок об'їзної дороги і частини земельного фонду. Але цей фонд, я не знаю, я обращалась... Ні, ну він... А де тоді все рахунки? Я вам кажу те, що є. Ні, ну там межу міста нам розширили. У нас треба виробати лист, там більше вироби. Я знаю, так. Пропоную, давну інформацію прийняють Давіда. І наступний лист теж на наше доручення. Від управління ЖКХ по Чафаєва 108. Повідомляє наступне у нас управління, що будинок з баланс управління ЖКХ, згідно акту приймання від такого, то на баланс управління капітального безбільництва теж у комбайнер-захта Півської міськради не передавався. Друге, з баланс управління ЖКХ Півської міськради списаний, але в безданному реєстрі речових прав на нерухомій майноті, хоча ж не знятий з реєстрації. За відсутністю довідки з КПР меру, в БТІ помищення будинку за греку вулиця Чапаєва 100 областей. Дивіться, яка ситуація трапилася в нас. Доручили управління ОССР розписати, але до сьогоднішнього дня воно зареєстровано за управління ОССР. Ми не розібрали. Правильно. Але ми з вами, депутати, прийняли рішення, коли ми передали майно управління КПР, подали в управління капітального будівництва. І вийшло на сьогоднішній день, у нас вже немає установи, яка буде. Тут, я вважаю, потрібно зараз поручати голові ліквідаційні комісії, яка працює по ліквідації цієї установи, виконати дії, пов'язані з... Передачою. З якою передачою? З виконанням... Не прийняли ж на баланс. Я не приймаю. Відповідно до прийняти вирішення, управління ОССР вже було зроблено. Був обстежений, визнаний непридатним, і звисаний з баланс. Так. Доручення в рішенні сесії про його зліщення звільнення земельної ділянки не прописує. Не заперечує. Що повинен зараз робити його? У нас залишався голова регіонального місця. Ні, я просто вам доповідаю, що управління Живого комісії рішення виконали. У мене ж немає заперечення. Чому ми це саме, соборидали ефіційну бумагу. На сьогоднішній день. В мене пропозиція. На сьогоднішній день голові ліквідаційної комісії, яка займається... Яка пропозиція? Я не знаю, що є пропозиція. Яка пропозиція? До чого? Ліквідаційної комісії виконати рішення, пов'язане з передачі. Ми не передали. Понимаєш, майно, як його списали, тепер треба його зняти. Або там немає нічого. Або його прийняти. До чого прийняти? Його списали. З такими ригами не буде, просто не разом. Не разом. Так. Я получу салатку. Так. Це буде.